Сегодня в Доме правительства обсуждали перспективы развития волонтерского движения. Сейчас в Чувашии насчитывается более полутора тысяч добровольческих команд. Их количество продолжает увеличиваться. Какие меры поддержки предпринимают власти регионов, подробности у Дмитрия Ковалева. Волонтеры – движущая сила, и это подтвердил уходящий год. Без участия добровольцев не проходит ни одно крупное событие. Очевидным примером стал чемпионат мира по футболу. На мундиале работали и студенты из Чувашии. Наши студенты участвовали и в Мордовии, и в Татарстане, и в Москве, и в других городах. Молодежь на самом деле селеустремленная хочет добиться этой жизни через инструменты института самореализации и занять достойное место. Добровольцев ждут и на другом мировом чемпионате WorldSkills. Он пройдет в Казани в следующем году. Центр по набору и подготовке волонтеров на первенство в профессиональных компетенциях открыт и в Чебоксарах. Получено уже более 1200 заявок, из них 70% – это от волонтеров Чувашской республики. А среди 15 ресурсных центров мы занимаем третье место по количеству волонтеров, зарегистрированных на каждое место. На счету добровольцев тысячи реализованных проектов. В движение волонтеров вступают и школьники. Один из учащихся школ из села Тарханы придумал интересный проект по сбору утилизации неиспользованных батареек. А вырученные деньги отправили в наш марафон, который ежегодно проводится в Чебоксарах Республике, имя детства, во имя детства. Увеличивается количество регистрированных волонтерских объединений. На сегодняшний день в Чебоксарах Республике их насчитывается 7. Ведется работа по публизации единой информационной системы «Добровольцы России». На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 220 объединений и более 3400 добровольцев. По этому направлению Чебоксарах занимается сегодня третье место в Российской Федерации. Пополняются ряды волонтеров-медиков. Добровольцы проводят лекции для школьников, обучают оказывать первую медпомощь, ухаживают за больными. Мы делаем основный упор на санитарно-профилактическое просвещение населения. Мы ведем профилактические лекции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Ведем пропаганду здорового образа жизни и отказа от курения табака и электронных сигарет. В республике работают и отряды православных добровольцев. Под свой патронаж волонтеры взяли региональные хосписы. Одним из проектов была установка по просьбе насильников таких вот уголков с иконами в местах, в комнатах пребывания. В эти же дни проходят рождественские елки, где ребята, вот видно на слайде, помогают в раздаче подарков, помогают детям с ОВЗ, инвалидам в посещении и участии в рождественских елках. Большую работу проводят и поисковики. Сейчас в республике порядка 40 отрядов. Нашими отрядами подняты останки 45 советских воинов. В этом году наиболее яркими были экспедиции в Севастополь, на побережье Баренцево-Морина, полуострова Рыбачий и Средний, Новгородск, Ленинградской, Тверской области. На хребте Муста-Тунтуре Мурманской области мы установили два памятника, вернее памятные плиты на местах подвигов наших земляков Чебоксарса Юрия Калпинского и урожено-цениковского района Семена Орешникова. Поисковикам необходимы условия для оцифровки архива военкоматов. Глава региона поручил министру культуры оказать содействие в этом вопросе. Поддержка инициатив волонтеров выходит на первый план. Для этого и создавали региональный совет по развитию добровольчества. Одна из эффективных мер освобождения от уплаты налогов тех, кто получает гранты. Также налогом не облагаются выплаты денежной или натуральной формы, полученные на возмещение понесенных волонтерами расходов в ходе благотворительной деятельности. Может быть это не такие большие средства, но по крайней мере решение принято для того, чтобы это движение на самом деле развивалось. То есть это движение дает дополнительные стимулы для того, чтобы наши молодые люди сплачивались и неиссякаемая энергия была направлена только на добрые дела. Развитие добровольчества теперь и часть национального проекта. Обсуждать инициативу волонтеров члены совета продолжат и в следующем году. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика.